Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то я полностью изготовил все детали моего первого двигателя Стирлинга. Теперь осталось только его собрать и показать вам, как он работает. Итак, приступаю к сборке двигателя. Процесс этот очень быстрый и все произойдет гораздо быстрее, чем ушло на его изготовление. Двигатель Стирлинга вещь довольно-таки непростая, как оказалось. Пришлось столкнуться с рядом довольно-таки весомых проблем. Вот здесь, например, в основании есть отверстие, которое даже у меня и сверла такого не было. Мне пришлось удлинять сверло. Видите, оно вот здесь выходит, чтобы его просверлить. Также нужно было, чтобы оно совпало с этим отверстием. То есть это отверстие сверлилось уже позже и это отверстие тоже. Отверстие для входа сверла должно быть загерметизировано. Этим каналом соединяются оба поршня. Рабочий поршень и поршень-вытеснитель. Сейчас буду потихоньку все собирать и вы все увидите. В этой детали также есть канал, который совпадает с этим отверстием. Желательно, чтобы все было довольно-таки плотно. Поэтому гужон вот этот я намажу герметиком и закручу его на герметик. Вытер тряпочкой и все готово. Канал теперь загерметизирован. Прикручиваю рабочий цилиндр, тоже предварительно смазав его герметиком. Так, это есть. Теперь соединяем вот эти две детали. Винты закрутил по максимуму до предела, потому что должно очень крепко сидеть. Потому что здесь крепится маховик. Вставляю втулку, по которой будет ходить шток вытеснителя. Теперь гильзу вытеснителя насаживаю на радиатор. Совмещаю отверстия и можно две вот этих детали соединить винтами. Но предварительно нужно сделать вот так. Вставить вытеснитель. Вот он пустотелый вытеснитель. Вот эта деталь и это сделаны из титана. Это бронза, алюминий, медь. Шток стальной. Пришлось разобрать CD магнитофон, чтобы его оттуда вытащить. Винтики самодельные, сделаны из латуни. Затянул винтики. Как видим, шток свободно ходит. А поршень внутри застенки не цепляется. Так и должно быть, должен быть полумиллиметровый зазор. Когда шатун, шток толкает сюда, горячий воздух проходит по над стенками и устремляется в это отверстие. В процессе движения он охлаждается, сжимается и натягивает вот этот поршень на себя, который в этом цилиндре будет. Вот и весь принцип действия двигателя стирлинга. Ставлю коленвал. Сделан противовес, чтобы хоть как-то скомпенсировать массы обоих шатунов и поршней. Далее идёт маховик. Маховик прикручивается таким вот обтекателем. Обратите внимание, очень легко вращается. В двигателе стирлинга основная фишка- все должно легко вращаться, иначе он не запустится. Потому что движущая сила очень маленькая, слабенькая у него. Это демонстрационный вариант. Теперь можно соединить шток вытеснителя с коленчатым валом посредством шатуна. Вот он шатун и вот она вилка. Вилка фиксируется винтиком. Как мы видим, здесь маленький гужон на 3. Тоже пришлось изготовить. Значит, это мы на коленчатый вал одеваем. Это мы одеваем вот сюда. А можно даже сразу вот так одеть. Раз и вставляем палец. Палец у меня фиксируется такой вот волосинкой, маленькой проволокой медной, которая вставляется в отверстие. Тоже очень маленькая и очень тоненькая. Пришлось обратно снять. Сейчас я его сюда вставлю и загну. Он в принципе и так здесь в натяге, никуда не денется. Но лучше сделать, чтобы все было скажем так по фэншую. Загинаю проволоку. Все опять же, обратите внимание, легко болтается и никаких заеданий нет. В общем, ставим обратно. Можно даже настроить эту систему. Когда вытеснитель полностью задвинут, коленчатый вал должен быть в крайнем положении. Вставляем и фиксируем. Все это, как вы понимаете, можно потом еще настраивать как угодно. Смотрим, что получается. Получается такое вращение. Смазки никакой нет. Обратите внимание, как хорошо все крутится и вращается. Осталось совсем чуть-чуть. Нужно собрать поршень с шатуном. Вставляем поршень сразу же вот сюда. Видите, какое сразу здесь образовалось давление, когда мы закрываем отверстие. А так ходит свободно. Сейчас нет абсолютно никакого масла, но потом мы его туда добавим. Теперь вставлю шатун с поршнем на коленчатый вал и пробую состыковывать, что получается. Получается следующее, вроде бы все неплохо вращается. Теперь можно все соединить воедино. Обратите внимание, на сухую он довольно таки неплохо вращается. Когда я капну маслица, будет еще лучше. И последний штрих. Вот так раз, вот так два. Подставка выполнена из дерева меранти. Вот такое вот интересное дерево я применил. Третий, смотрим косо или нет. Все ровно, заряжаем спиртовку. Наливаем, сейчас будем тестировать, друзья. Как же оно работает и работает ли вообще? Вот такая, друзья, получилась красота. Итак, поехали, зажигаю. Пока что мы только видим, что работает спиртовка. Ждем, пусть немножко нагреется. Пока что не работает. Опа, почти пошел, ребята, почти пошел. Осталось совсем чуть-чуть. Я его разбирал уже, он у меня работал. Сейчас видно все, опять надо, чтобы заново подпритерлось. Сейчас пойдет. Все, пошел, родной. Работает. Вот пустяк. Вот это да. Обратите внимание, как он на взлет пошел. Маховик немножко болтается, но это потому, что он сидит на одном подшипнике. Если бы была группа подшипников разнесенных, он бы тогда не болтался. Вот так вот, дорогие друзья, работает мой двигатель стирлинга. И так вот он выглядит. Конечно, весьма симпатичная конструкция. Вот так вот он и работает. Можно даже остановить его и он опять смело запускается. Надеюсь, вам это видео было интересно, дорогие друзья. Пишите в комментах какие-нибудь интересные идеи и возможно вашу идею я воплощу в жизнь. Чертежи этого стирлинга мне прислал на почту один из подписчиков. Я в описании к видео поделюсь ссылкой на чертеж этого двигателя. И каждый, у кого есть желание и возможность, сможет повторить данную конструкцию. Я же с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok